Слава нашему Богу! Велики и чудны дела Божьи. Бог великий, Бог святой. Я благословляю всех, кто любит Бога, кто ищет истину. У меня мало подписчиков. У меня практически нету тех, кто смотрит мои прямые трансляции. Ну, я упомяю на Бога, который любит всех. Я, конечно, хотела бы, чтобы многие люди молились, искали Бога и остановили войну. Но поговорим по пророчествам. Людям нравится пророчество. Большая чума в Приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления. И знатные дамы, оскорбленные притворством. Сказано о пророчестве мастердамцев. Большая чума в Приморском городе. Бог, конечно, говорит о том, что Иисус был распят без преступления. Правильно. На земле происходит большая трагедия. Людей обвиняют в том, что он что-то не так сказал. В том, что он не так одет. В том, что он что-то не принимает. И этот человек искренний, достойный глаза Бога, ненавидим человечество. А человек, который лукавствует, притворяется, обманывает, говорит явную ложь. Но то, что льстит людям, вводится в рамках героя. Так сейчас происходит на большой территории, которая раньше называлась Советским Союзом. И Бог об этом говорил. Он говорил о 15 странах. Он просто хочет говорить. Очень много сообщить о конце времена. О том, что нужно спасаться. Я говорю. Меня могут слышать сейчас во всех 15 странах, которые изучали русский язык. О чем я говорю? Я говорю. Я говорю очень серьезные вещи, которые нужно распространить во всем мире, что рождаемость заканчивается. Большой гончар. Кто это? Во-первых, речь идет о том, что жизнь в теле. То есть не в вечность, а в душу. Душу она воскресает. Каким образом? Только в теле. В новом теле. Мы все умрем. Мы все изменимся. То есть мы сейчас, живя на земле, получая откровение о последней жизни, должны измениться. Измениться в последней служении Богу. Да, именно в служении Богу. В чем заключается служение Богу? В том, что говорить истину друг другу. Правда. В том, чтобы не искать своего, а искать свою любовь. Если Бог указывает человечество болезнь, то нужно создать достойный плод покаяния. Праведники молятся. Просто молятся. А на самом деле нужно каяться. Надо освящаться. Нужно познавать. Почему есть такое откровение о большом гончаре, о котором он говорил в Настардамусе. Одновременно он говорил о женщине. Почему гончар? Потому что написано, что Бог из глины сотворил человека. То есть я говорю о реинкарнации. Будем ли мы перерождаться вечно или мы остановимся? Если мы хотим остановиться и жить уже в этой жизни. Если кому-то нравится эта жизнь, он ценит эту жизнь. Бог дает вам ее. Вот сейчас принимайте. Ищите Бог. Познавайте. Не угошайте Духа Божьего. Если Бог хочет показать вам какую-то информацию, не отключайте. Говорите сами, но и слушайте. Если я говорю, что я говорю от Бога, что 25 лет в Господу, что я служу Богу в истине, что меня Он открывает в последнее время. Может, стоит прислушаться к этому человеку. Может, нужно понять, а не ожесточаться. Я говорю по-русски. Бог сотворился мудро. У нас был Советский Союз во всех странах, которые возникли после развала Советского Союза. Люди знают русский язык. Мы понимаем друг друга. Вот воля Божья. А дальше говорит всем остальным. Многие страны изучают Коран. Средняя Азия. Тоже информация о последней жизни. Вот о чем я хочу достучаться. Я стучу постоянно. Меня блокируют. Слава Богу, третье видео уже загружается сразу. То есть, на протяжении 10 месяцев я говорила и меня блокировали. Я не могу точно сказать, но уже через пару месяцев просто... Видео мои загружались 12 часов. Кто не понимает, что это такое, это фактически меня не распространяли. Если открывать мою страничку, то моё новое видео не видно, пока оно не загрузится. Понимаете? Кто ищет информацию от меня, получалось, что я 12 часов не могла прийти к людям. Понимаете? То есть, люди хотели понять, что я на данный момент говорю, а я не появляюсь. Если загрузить свет, да, вот как называется мой сайт. Понимаете? 12 часов YouTube меня блокировал. Почему? Пока не началась война, пока не начали блокировать YouTube в России. Видно, они его закрыли, не знаю, уже. Я назвала Путина врагом человечества. И вот это видео первое. Загрузила в течение 15 минут. Сейчас уже сразу загружается моё видео. Без проверок. Мне доверяют. Разобрались, что на меня жаловались, видно, российских. Ну, я не знаю, как работает YouTube и почему так долго загружается видео. Это, ну, некоторые пожаловались, что 15, полтора часа, да, загружалось видео. Это для них было очень долго. Ну, это так действует Россия, да. Её ольгинские тролли. Сейчас видно, они заблокируют. Я блокирую всех, кто гадости пишет под моё YouTube. Я понимаю, что они на меня жалуются. И они тормозят моё видео. Вот как сложно Богу говорить, когда есть враги. Когда есть люди, которые хотят убивать. Хотят поглощать мозги людей, да. Которые как бы говорят о Боге. О том, что не убили, не говорят. Как могло распространиться в России 86 процентов? Хотят войны в Украине. Как это могло распространиться православным? О чём вы говорите? Я говорю об Оргоне православия. Не рассказывайте мне больше о православии. Это не религия. Это часть культуры каждой нации превратилась. Там к вере уже, ну, много вопросов. Понимаете? В мусульманском мире больше часть добра, чем православной России, которая отвергала настоящих верующих и называла их сектой, да. Конечно. А Бог как раз говорит через таких людей. Да. Он учит терпеть. Учит благословлять. Отдавать. Иногда последние, да. Чтобы люди не голодали. К чему вы пришли? Когда придёт женщина, которая спасёт мир. Такое видение демонстрирует знакомые силы этой Библии. В качестве женщины могли принять человеческий устав. А с другой стороны, женщина всегда считалась кладезем жизни и матери. Адам назвал Еву Матерью Всего Живого. Он видел в ней росток жизни по такому, как его семя должно было пройти в её организм и появиться на свету. Я уже говорила, что мне Бог проговорил лет. Сколько это было? Разумеется, был 2000 год. И раньше. Что ты, Иисус, Он мне так сказал. Да. Так Бог сделал. Познавайте, почему так Бог сделал. И Анна Иерусалимовская предсказала, что будет женщина, которая спасет мир. Её миссия другая. Мне спасать нужно следующую землю. То есть Иисус приходит для тех, кто ожидает его спасения. Кто не ожидает его спасения, те губят свои души. И вряд ли они уже, если не изобрелись настолько, то им даже нет шанса жить на следующей земле. Так Бог хочет восстановить зло. Он говорил, что жизнь станет похожа на ад. Будет казаться, что нет ничего светлого. Если верующие в церкви настолько перестали верить и говорят, нужно убивать. Да. У нас ничего не остается светлого. Ничего светлого не остается. Потому что чем дальше, тем меньше веры на землю. Однако люди откроют глаза, ведь придет новая правительница. Вот как людям хочется, чтобы правил кто-то. Её будет называть матерью тысячелетия. Наступит время, когда болезнь будет легко лечиться ещё до того, как появится. Неправильная трактовка. Абсолютно. Абсолютно неправильная трактовка. Люди должны освящаться. Любой грех делает человека больным. Это раз. Во-вторых, ну для милости Бог сотворил, что есть ещё экологические проблемы. Поэтому мы не знаем, от чего страдаем. Но мы должны каяться. Чтоб нас никто не судил. Но мы должны каяться. Покаяние, это действительно лично. Мы должны каяться. Хотя не отменяется покаяние за всю нацию. Потому что, а как же просветить мозги? Если Российская нация отвергает покаяние всеобщее, то вы мне скажите, кто вы перед Богом, который считаете, что война это добро, это благо? Кто вы перед Богом? Пророк Иоанн Иерусалимский говорил, что женщина будет долго править. Поэтому люди научатся снова любить. Но можно только в духовном смысле. Меня не хотят слушать. Потому что я говорю о чем? О реинканации. Понимаете, что если бы не было такой сложной информации, то Богу это всё бы не надо было вообще. Понимаете? Если бы всё так просто было в этой жизни. Если бы мы размножались почкованием, понимаете? И потом когда-то почки эти перестали высохли, понимаете? Мы с этим бы смирились. Но всё намного сложнее. Да, надо перестать лепить. Понимаете? А единственное, что произойдет сейчас, это воскрешение. О чем я говорила в своей школе благочестия. Последний урок у меня воскрешение, который посмотрели всего лишь 8 человек. То есть и воскрешение людей не интересует даже. Урок отмечал, что великая дама станет всемирным лидером. Появится она из ниоткуда и будет потомком старинного известного рода. Она сможет восстановить былую славу своего рода, создав учение, которое вызовет протест и раздражение моря. Я не знаю, о чем идет речь, но протест и раздражение, конечно, вызывает учение о том, что прекращается рождаемость и не надо тогда уничтожать память своих предков. Вот и всё. То есть получается не в этом дело, что потомки старинного известного рода, а в том, что моя мама должна воскреснуть, а не родиться кто-то у наследников. Вот в чем слава рода. Понимаете? Что корень сейчас должен подняться из земли. Корень нашего, каждого дерева родового должен подняться из земли. Появиться. Так образно Бог говорит. Корень, который должен держать дерево. Моя сестра говорит, что Лиля, ты знаешь, когда война началась, я... Мамина душа была рядом. Я говорю, да, конечно. Она была рядом со мной. Ну и Марины Поплавской душа была рядом. И получается, что они ходили, они общались. И они ходили, они осветились у меня. Они стали живыми. Они встречали покойников с войны. Они помогали мне. И Бог по Корану нам дал слово 5 марта. Насколько я помню, перед 8 марта как раз вот тут они пошли. Я жду 18 апреля воскрешения. Мертв. И это должно остановить войну. Должно быть прозрение таким образом. Только так. Вот в чем заключается потомок известного рода. Не в том смысле, что известный род. У меня неизвестный род. У меня польская кровь и все. И украинская кровь, и польская кровь. Бабушка. Бабушка, папина мама Федора Давыдовна. Житинская. Не знаю, полька или еврейка. Говорили, что еврейка. Не знаю. Вот. Бог нас любит. Понимаете. Ну предки у меня Веселовские и Врунки. Это известный только как польский рыцарский орден. Там и один и второй. У бабушки моей маминой мамы. Врунок. Польский. Ну я нашла эти книжки. И у дедушки тоже. Веселовский тоже. Тоже рыцарский орден какого-то 16 века. Вот. Вот и весь известный род. И я не считаю, что это имеет значение. Абсолютно. У папы отец был с многодетной семьи, но его взяли как бы к себе богатые люди. И его воспитывали, как у них не было детей. Тоже какой-то знак. Но он все равно стал на стороне, защищать начал бедных. Понимаете. В этом смысл. Защищать бедных. Поэтому я говорила вчера сотрудница. Знаешь, мне нечем говорить с людьми, которые занимают какие-то должности. Вот я нахожу общий язык только с простыми людьми. Понимаете, как Бог делает? Я абсолютно ничего, никакое отношение к власти не имею. Абсолютно. И не буду иметь. Бог не помазал мне для этого вообще. Я просто говорить должен. Утешать людей. Вот. И чтобы они искали ответ в Библии. Потому что это живое слово, которое дает утешение любому человеку, который нуждается. Любому понимаете. Мы научились любить благодаря своим страданиям. И Украина учится в страданиях больше любить. Когда я смотрю на Россию, которая сейчас гоняет по всему миру, уничтожает их. Как это сказать? Я не знаю. Больно. Больно. Вот так. Ну что? Разружаться давайте, правда? Давайте начнем разружаться. Надо принимать какие-то законы. Вот. Просто разружаться. Потому что войны нет в будущем. Да? Вот какие проблемы в человечестве. Экология. Конец рождаемости. Многие отрасли поэтому пострадают. Что детей не будет. Раз. Во-вторых, военная отрасль тоже должна закрыться. Ищем ответы на вопросы. Будь благословенны. Все, кто любит Господа.